Рассказ Светланы Савицкой из города Риотова. Заяц из Льна. Автобус, метро, аудитория. 100 рублей на завтрак. Аудитория, ординаторская зачетка, библиотека. Аудитория, зачетка, проездной. Метро, автобус. Ой, зима пришла. Холодная. Что там на градуснике? Минус 23. Одеться теплее. Автобус, метро, аудитория. 100 рублей на завтрак. Последняя оценка за семестр. Через три дня Новый год. Нина выпорхнула на мороз, да так и замерзла. Яркоперые синицы дрались из-за куриной косточки. Замороженные снизу по лобовые стекла автомобили, оставленные владельцами на ночь, казалось, уже не смогут оттаять. А каркасы черных деревьев удивленно привыкают к собственной обездвиженности. Морозный воздух приятно проник в легкие. Свобода. Мозг студентки, сжатый в десятки клубков спирали, постепенно начал высвобождаться от жесткого прессинга. И ответственность отпустила. Но тут же возник вопрос. Новый год? Родители всегда ей дарили подарки. И она решила посвятить свободные дни изготовлению каких-нибудь сувениров. Синиц, может быть, шить. Когда-то в школе у нее неплохо получались мягкие игрушки. Главное, чему научила мастер, не привязываться к выкройке, а импровизировать. И вот дома, не дав телу отдыха с дороги, Нина отворила верхние антресоли с одеждой, из которой давно выросла. Юбки и кофточки мать стирала и оставляла на всякий случай, выстилая ряды лавандой или сильно благоухающим мылом. Желтого ничего не нашлось. И Нина неожиданно решила, что будет шить зайцев. Много зайцев, разноцветных. К лечитой достанется, конечно, папе, салатовой маме, бордовой бабушке. Из белого льняного костюмчика получится даже не один, а целая стая зайчат. Это подругам и соседям. И флисовая пижама вполне годится для наполнения. Выкройки Нина резала на глаз, заправила шпульку швейной машинки нижними нитками и взялась за работу. Часа через три в коридоре зашуршали пакеты, это родители возвращались с работы. Нина ловко укрыла незаконченное изделие широким платком и вышла из комнаты помогать готовить ужин, прихватив зачетку, чтобы похвастаться. И вечер прошел прекрасно. Но лишь утром захлопнулась дверь за родителями, Нина вскочила с кровати и прямо в пижаме, без завтрака, вновь принялась за работу. К трём часам дня зайцы были готовы. А в голове появилась некая пустота, растекающаяся в разные стороны, и приятное чувство удовлетворения в душе. Ещё бы! С дивана на Нину поглядывали смешные, зубастые, ушастые грызуны, и клетчатый в кепке с морковиной, и салатовый в белом кружевном домашнем фартуке, и бордовый в юбке, немодной шляпке наискосок. Зайцы из белого льна были чуть проще. Не хватало голубых пуговиц, не хватило и Нина, вышила им глаза с синими нитками. Удовлетворённо вздохнув, девушка собралась выбросить оставшиеся куски ткани, но тряпочки сложились на полу, точно ещё один смешной грызун. «Ну-ка, ну-ка, иди сюда, дорогой!» проговорила девушка, неродившемуся существу, и буквально за полчаса смастерила шедевр. Нина села против него и сказала, «Тебя будут звать Зимка!» Запомнил? Заяц кивнул, да так усердно, что упал мордочкой вниз. Нина рассмеялась. Она видела, что получилась настоящая высокохудожественная работа. А может её продать? Пойти и продать у метро, и купить три бутылки лимонада к Новому году. Такого купят. Точно купят. На уборку хватило пяти минут, и Нина, ещё раз глянув на градусник, и убедившись, что мороз усиливается, надела, как учила мать, трое штанов и три свитера, и шарф, и варежки, и тёплую шапку. Она спрятала Зимку за пазуху, и уже через полчаса стояла с ним у метро. Нина вращала головой направо и налево, ища покупателей. Очень многие обращали на Зимку внимание, улыбались, но со скоростью общего потока проходили в метро или выходили из него. Нина ловила замечания. «Какой славный зайка!» или «О, симпатяга! Купишь мне такого? Как это зачем?» От каждого знака внимания юная мастерица улыбалась, но очень скоро замерзла стоять на одном месте. Щеки покраснели, воротник и шапка покрыли синим, электронный градусник показывал минус 30. Стемнело. Час-пик увеличил толпы народа и количество машин на шоссе. Москва переливалась огромным количеством огней. Рядом с Ниной равномерно распределились попрошайки-старожилы, живущие в метро лет пять. Каждый из профессиональных попрошаек умел делать гримасу страдания и писать разные надписи из ряда страшилок, например, «Умирает сын» или «Помогите на операцию от» или «Украли все документы». Они время от времени с некоторым неудовольствием поглядывали на Нину, но не подходили. Зачем им Нина? У нее ведь нет денег, раз сама к метро вышла. Тут пространство оживилось, заиграла музыка, Нина увидела молодого худенького паренька у синтезатора и с микрофоном в руке. «Добрый день, дамы и господа! С наступающим Новым Годом всех! Сегодня и только для вас мы приготовили лучшие песни русской и мировой классики!» Парнишка снял перчатки и заиграл на гитаре. «Слетаются ангелы к елке! Желание скорее загадай!» Его голос, молодой и задорный, заполнил пространство метро, и Нина ощутила в душе состояние настоящего праздника. Паренек спел еще три песни, но сильно замерз, надел перчатки. Потер рукава черно-драповой курточкой и запрыгал на месте. В коробочке, что он положил перед собой, в свете фонарей поблескивали несколько рубликов. Но мальчишка не унывал и не теряя чувства уважения к слушателям. «А сейчас, дамы и господа, вы послушаете ретро из вашей юности!» Сначала парень пел по три песни, но, очевидно, хлипкая трикотажная шапочка, обтянутые джинсики и низкие полусапожки совсем не спасали от мороза. Музыкант уверенно брал высокие ноты красивым голосом, звучание электрогитары усиливали две небольшие колонки, выставленные рядом. У Нины совершенно окоченели ноги и губы, но она, чуть сдвинув меховую шапку, во все уши слушала необычное пение и во все глаза с восхищением смотрела на парня. Сердце ее разрывалось от симпатии еще от страха, что мальчишка заболеет чем-то очень серьезным и, не дай бог, умрет. «Однажды случится чудо, и ты, очутившись в раю при жизни, пел он, когда заметил устремленный на нее взгляд. Теперь парень пел для Нины. Он стал петь громче и лучше. Это видели прохожие, и это очень быстро уловили бомжи-попрошайки. «Ты ангел, слышишь, ты ангел! Ты просто попала на землю, чтоб встретить любовь земную. Расправь же крылья скорее!» Нина подумала, если она предложит пареньку свой шарф или нет. Лучше она снимет с себя лишнюю кофту или даже две, ведь под ее шубой ей хватит одной. А он вот-вот совсем замерзнет, а может, не обращая внимания на толпу, просто взять вот так и снять с себя лишние брюки и надеть на него, прямо не дожидаясь, когда он допоет, как бы не обидев его. Предложить. Напротив Нина остановилась женщина, разглядывая зайца из льна, но Нина ее не замечала. Она слушала. «Ты ангел!» – пел паренек. «Слышишь, ты ангел! Пришла ты в страну чужую, чтобы улыбкой своею очистить сердца людей». На словах «Так улыбнись скорее» голосок парня сорвался. Мороз сделал свое дело. «Простите, дамы и господа!» – улыбнулся он в микрофон. «Мне нужен небольшой перерыв. Сейчас согреемся и продолжим наш новогодний концерт». Музыкант активно зашевелился и стал прыгать на месте. Таблоек температуры показывал минус 32. «Сколько вы хотите за него?» – потругала незнакомая дама ушко льняного зайца. «Имя у игрушки есть. Зимка. Сто рублей!» – ответила Нина деревянными губами и качнула Зимкой. Тот уморительно встряхнул ушками и блеснул глазами, как живой. «Сто рублей!» – возмутила женщина. «Это ручная работа, мадам! Вон в магазине напротив китайские штамповки стоят по пять тысяч!» – вмешался в разговор музыкант, подпрыгивая невдалеке от Нины. «Я и говорю, что она просит мало, хотя бы две тысячи!» – мгновенно отреагировала дама. «Нет, он же из льна. Сто рублей!» – повторила цену девушка. Парень с досадой хлопнул себя по джинсам, но продолжал прыгать. Засуетились и стали подтягиваться к торгующимся бомжи. «Дорогая, ты сделала такую замечательную куклу! Это же чудо! Настоящее новогоднее чудо! Я никому не хочу дарить его! Я хочу купить его для себя!» «Сто рублей!» – повторила Нина. «Возьми хотя бы тысячу!» «Хорошо, двести!» – покраснела от стыда Нина. Женщина взяла в руки льняного зайца и без дальнейших торгов сунула тысячу рублей в варежку студентки. «Постойте, я разменяю и дам сдачи! У вас есть мелкие деньги?» – обратилась она к толпе. «Прохожие от нее шарахнулись, продолжая входить и выходить из метро, обходя Нину. Больная!» – опешил рядом стоящий бомж. Дама же подошла к уличному певцу и, положив вторую тысячу в коробку перед ним, растворилась в толпе, тихо буркнув себе под нос. «Иди домой, сынок! Замерзнешь!» Паренек точно послушался, вежливо объявив в микрофон. «Благодарю за внимание, дамы и господа! До следующих встреч! Желаю всем приятных новогодних праздников!» Он быстро свернул аппаратуру и подошел к растерянной Нине, протянув заработанные деньги. «А мне такого сошьешь?» На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Продолжение следует...